Представьтесь, пожалуйста. Я Ногин Константин Алексеевич, 1930 года рождения. В данное время пенсионер. Угу, спасибо. Ну, начнём вопрос. Первый вопрос. Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны? Мы ребятишками вместе со взрослыми парнями собирались всегда вечером на улице Песковатской. Есть такое место в Эдонок. Это хорошая площадка зелёная, где мы играли в футбол, в разные игры. А вечерами ребята обсуждали положения в России, международные положения. И делились своими мнениями. Ну, и как-то такой острого чувства о надвигающейся войне не было. Потому что в то время был заключён пакт о мире с Германией. И многие ребята говорили о том, что войны не будет. Так, ну, а ребята довольно уже взрослые и довольно осмысленно понимали положение в международном мире. Это ребята 22-23 годов рождения, которые, к несчастью, почти все погибли. Что вы думали о войне в Испании? В столкновении с Японией на Халкинголе и начале Второй мировой в Европе? Ну, в войне в Испании мы, конечно, болели за испанцев. Болели за наших, как говорится, ребят, которые отправлялись в Испанию помогать. Был, тогда ещё после, вышел в фильм. Парень из нашего города. Это был хороший фильм. Мы все с восхищением её смотрели положительно. Ну, ясное дело, было, как говорится, неприязнь. Ну, ненависть нельзя назвать, потому что мы не видели, а неприязнь к политике немцев, к их захватнической политике. Поэтому были все, как говорится, на стороне испанского народа. Что Вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Думали, что войны не будет. Это одно. А второе, потом, наша армия была тогда очень большая, много было, как говорится, отзывов в газете, много репортажей о боевых, как говорится, действиях наших войск на Халкинголе и озера Хасан. Вот. И мы были уверены в том, что наша армия непобедима. Как Вы узнали о начале войны? О начале войны мы узнали вот так. Были на речке, купались. И тут прошел слух. И с пляжа все ребята побежали. Прибивая домой, отец был дома как раз и говорит, по всей вероятности, говорит, война началась. Вот будет выступление, говорит, Молотова в 12, 12 или 3 часа, я сейчас забыл. Надо, говорит, обязательно послушать. Ну и как раз мы собрались, тогда репродукторы были такие, тарелки, собрались ухладить тарелки дома, вот в родительскую группу. Стали слушать выступления. Ну и, конечно, ну и, конечно, ясным делом поселилась тревога в душах у всех, потому что есть ли война, то, значит, родители уходят на войну. И неизвестно, как то ли будет война на нашей территории, то ли на той территории. Если по, как говорится, по отзывам печати, по отзывам военных, то война будет только на территории врага. Ну, увы, случилось, как говорится, противоположное. Что вы думали тогда о причинах войны? Ну, о причинах войны у всех была такая мысль, что Советский Союз был тогда один, как говорится, тогда еще социалистического лагеря не было. И все эти капиталисты, конечно, стремились урвать территорию Советского Союза, так как она была богата сырьем и, прочим, как говорится, полезными ископаемыми. «Слышали ли вы речь Молотова 22 июня 1941 года?» «Слышал ли вы речь Молотова?» «Слышал ли я речь Молотова 22 июня 1941 года?» «Слышал ли вы речь Молотова 22 июня 1941 года?» «Слышал ли вы речь Сталина 3 июля 1941 года?» «Слышал ли вы речь Сталина 3 июля 1941 года?» «И начиналась она, братья и сестры, граждане Советского Союза. Очень такая речь, зажигательная была речь. В общем, она как бы мобилизующая была речь. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества, по вашему мнению? Ну, в то время было много героев. Вот первый герой Гастелло Таран совершил от Москвы. Да сейчас их всех и не упомнишь, этих героев-то, много. Очень много героев было. Я вот сейчас уже и затрудняюсь вспомнить то. Ну, мы восхищались действиями армии Рокоссовского, Жукова. Отец мой на Первом Белорусском фронте воевал, он у Рокоссовского был. Вот так. А что было для них источником мужества? Источником мужества было, по всей вероятности, то, что они видели, что творят немцы на нашей земле. Много взоревших изм, разоренные города. Люди, лишенного всего, бродили по дорогам. Все это, конечно, накапывалось у солдата в сердце, и это выплескалось в ихнем гневе, к врагу. Можете ли вы рассказать о подвиге, которым вы были свидетелем? Ну, свидетелем я могу только такой привести пример. Здесь, во время наступления немцев на Елец, на улице Льва Толстого, это угол Льва Толстого и Комсомольской, вот сейчас стоит там двухэтажный дом большой, а там раньше были два капанира. И первым, который лицом к улице Комсомольской, был пулеметчик. Мы его увидели только уже убитого. И он, значит, пулемета уже не было, была большая горка стреля на Викилис. А сам он, по всей вероятности, снайпером был убит, точен в лоб. И каску пробита была. И вот после этого, значит, труп остался, как говорится, убитый, Краснодар Мейс остался на месте, но впоследствии уже там его убрали. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми и опасными во время войны для Вас? Самыми трудными тут не одна минута была. Тут было несколько, как говорится, дней, а может быть, даже и месяцев. Это 1942 год. В 1942 году, начиная с июля месяца, велась интенсивная бомбежка Ельца. С самолетом налетало, я даже не могу сказать, но больше сотни. Они шли волнами. И пикировали, и пикировали, и бомбили, и бомбили. Вот даже вот в квадрате, где сейчас вот наш дом находится, в квадрате 100 на 100 4 бомбы упало. А наискосок соседей 73 дома, там, значит, две девчушки пошли на пивзавод, там выдавали ячмень. Была очередь. И вот он, это был день 9 июля 1942 года. В 12 часов он эту очередь расстрелял. Девчушек этих привезли. У каждой было 4, две девчушки, две подружки. У каждой было 4 пулевых равнения. И вот, когда родители стали их обмывать в это время, то есть обмыли уже, готовились к похорнам, в это время был второй налет. Вот, это было 17 часов вечера. Мы сидели на улице Комсомольской, напротив как раз вот этого дома большого. И как глянули, с запада идет стаи самолетов. Все блестят. Вот. Я только крикнул, я говорю, ребята, немцы. Ну и мы все разбежались. Я только убежал в дом, крикнул, мама, немцы. Она говорит, ну что ж, на то, господня воля. И он начал бомбить. И вот той девушке, которая в 73-м номере погибла, ее родственники побежали в бомбоубежище. И вот он бросил одну бомбу, одна не попала, не долетела. А вторая точно была в бомбоубежище. 7 человек погибло сразу. Какое событие запомнилось как радостное? Самое радостное событие было, когда наши начали под Москвой наступать. И освободили Ельц. Первых солдат, освободителей Ельца, я увидел 8 декабря. Вот здесь как раз на углу Комсомольской и Пушкарской, где стыковка, будка там трансформатами есть. Солдат проводил связь. И вот мы к нему подошли. Имеете ли вы награды? Какие за какие услуги? Ну, награды были только за труд у меня. Трудовые награды все. Боевых наград не было. А какая для вас особенно дорогая и почему награда? Они по-своему дороги мне. Они только подтверждали, что я хорошо тружусь. Что мой труд отмечу. Что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Тяжелое и смутное положение было тогда у всех жителей, можно сказать. Потому что слишком он близко подошел к Москве. Как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? Очень тяжело принимали и понимали о том, что страна в опасности. В опасности такой, что потери даже государственности нашей. Что вы почувствовали, узнав о начале контрнаступления под Москвой? Радость. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? И были ли сомнения в победе? Да. Конечно, было мало информации о том, что нас здорово, как говорится, побили. Но отступление было настолько стремительным, что из этого, как говорится, делали вывод, что наши войска откатываются, откатываются под сильным напором немцам. Верили ли вы в Бога до войны? Нет. А повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Каким образом? Да нет, особо-то не повлияло. Но иногда, знаете, так это и вспоминали. Так. Каким было отношение ваших товарищей к населению освобожденных стран Европы в конце войны? Так, в конце войны. Ну, какое отношение было? Я бы сказал бы, такого, как говорится, восторга не было, потому что мы пережили ужас. Все это, как говорится, немецкого союза, там, этих всех западных стран, которые воевали в действующей армии против нас, было, как говорится, неприязненное отношение к ним. Ну, а после войны рассуждали уже совсем по-другому. Даже в конце войны, когда здесь были пленные австрийцы, все люди разные. Одни были хорошие, от них ничего нельзя плохого сказать, а другие были звери, с которыми мне пришлось самому лично столкнуться. А расскажите, пожалуйста, этот случай. Ну, что я сейчас скажу. Значит, первых немцев я увидел 3 декабря. Мы с ребятами пошли в центр города, едут развальни, на развальнях двое сидят в штатском. Ну, мы, как обычно, дядь Брахати, и на эти развальни усаживались на крылья. А он что-то лопотнул, не по-нашему. Ну, а мы сидим. И вот он достают из-под соломы автомат. Ну, мы тут, как горох, с саней посыпались. Это на улице Карла Марса с поворота Комсомольской, как едешь от банка или от стадиона, и заворачивать на Карла Марса. Вот здесь вот как раз между улицами Комсомольской и Максима Горького. Ваши отношения к немецким солдатам, какими их видели и воспринимали? Ну, воспринимали поначалу, пока не видели двояко, то ли хорошие, то ли плохие. Мы не знали их. Но когда столкнулись, я прям 1-й, 4-го декабря, мы с ребятами пошли смотреть, где немцы. Потому что наших уже не было. Нам попался, попалось целое, как говорится, отделение солдат на улице Максима Горького и перекресток Льва-Толстого, этого, Свердлова. Они попросили нам указать дорогу на Черную Слободу. Но мы не стали им, как говорится, рассказывать, а просто провели их быстренько до Женского базара. И показали, вниз по разному спуститесь, налево Черная Слобода. Вот это дело. Потом мы, значит, пошли смотреть, потому что снаряды разрывались в районе городского кладбища. И мы на улицу Пригорный зашли, там крайние дома были, зашли за дома, то есть огороды. Справа у нас были бахчи. Бахчи – это, значит, перекресток улицы Карла Марса и Федеративной и до Пирогова. Нет, тут бахчи были. Вот где сейчас территория Горгаза, там дома сейчас, застройка индивидуальная. Вот. Так в то время не было. Было чистое поле. И мы глядли за сугроб и смотрим. Наши снаряды, значит, оторвались, а немцы с кладбища прыгали и снаряды, как раз вот попадали точно. Видно, как тела подбрасывались вверх. Ну и по всей вероятности, а там, значит, справа, как раз угол пересечения улицы Карла Марса и Федеративной стояли два трактора. Из этих тракторов сверкает. Мы сперва не обратили внимания, но когда почувствовали, что на нас сыпется шикатурка от дома, мы поняли, что нас приняли за корректировщиков. Мы ползком убрались оттуда, вышли на улицу Комсомольскую и пошли. Дошли до улицы Свердлова, глянули, значит, влево в сторону кладбища туда. Немцы идут по обоим сторонам с автоматом и строчат. А впереди, видать, я не знаю, кто-то их было, человек, наверное, 10 наших солдат было расстреляно. Ну, а потом мы стали держать дистанцию, значит, немцы заходят на один квартал, на квартал, мы уже на другом крае квартал, то есть с дистанцией на квартал мы смотрели, как немцы. Они разбегались, значит, по обоим сторонам, долбили прикладами, если калитка закрыта была, срывали калитки, забегали вдова, осматривали по чрезвычайности. И вот таким образом я пришел домой и сказал маме, я говорю, мам немцы, ну что ж, ну и сидим, ждем, когда немцы придут. Ну, а я не выдержал сразу за угол. И вот с этого угла, с улицы Пушкарской, стал смотреть на улицу Комсомольскую. Я выглядываю из-за угла, и немец из-за угла, и мы чуть лоб об лоб не стукнулись. Вот. Но он видит, он сразу отскочил, автомат нами, ну, видит пацан, что-то он мне был, 11 лет, автоматом махнул, бежи отсюда. Ну, я бежал, а тут товарищ, говорит, кричит на меня, а меня седым рожили. Седой, где немцы? А я ему не могу сказать, потому что он в трех метрах за углом немец стоит. Я ему на пантоменах начал показывать, что здесь, а у него три ведра с коронослом за водой шел, за водой шел, а колонка-то вот здесь у нас на углу была. Ну, взял этот ютар так, чтобы они кремели и домой. Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Как? Власовцы. В начале войны не слышали, после что-ли. А каково к ним было ваше отношение? О, как к предателям. Отношение было как к предателям. Сталкивались ли вы со случаем дезертирства? Дезертирства? Нет. Не сталкивался. Каково ваше личное отношение к дезертиру? Эти люди, которые не хотят исполнять гражданский долг. К ним отношения ясное дело, что негативные. Приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками? Ну, штрафники только в мирное время я с ними сталкивался, а в военное время я не сталкивался. Были ли среди ваших знакомых люди, прошедшие через штраф БАД? нет. Не было. Как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую предоставлял штраф БАД? Только кровью, конечно, искупать надо. Как вы оцениваете нашу боевую технику? В то время, вот, когда я служил, боевая техника была хорошая. Как раз появились на вооружении автоматы Калашникова. Первые автоматы получил Калашников в 51-м году. Хорошее оружие было, скорострельное, с хорошим, как говорится, боем, точностью. А еще? Ну, мне с танками не приходилось, я танки видел, на учениях танки видел, а с ними, как говорится, вблизи мне не приходилось сталкиваться. А видел, как они действуют, какие танки были. Тогда-то танки были засекречены, еще уже не 34-ки, а 76-е, по-моему, были, под брезентом были. Но у нас была техника связь, я в связи служил. Ну, связи тогда РБМ были, рации и полевая, полевая кабельная, вернее, кабельно-шестовая связь была. Вы были в плену или в оккупации? Так? Были ли вы в плену или в оккупации? Ну, если считать эти пять дней в оккупации, то да, плену не был. А что вам пришлось пережить вот в это время? Обиду за то, что, как говорится, мы остались один на один с этим немцами. и надежда была о том, что нас освободят. Как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Мне не приходилось с ними столкнуться, я не могу сказать. Что вы знали о союзниках СССР? О союзниках СССР? Знали то, что они по лентлизму поставляют нам боевую технику, поставляют продовольствие. Вот это мы знали. Я только союзников увидел где-то в 43-м году, и то даже в 44-м году, и то осенью здесь были англичане. За сосной мы как раз с ними встретились. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 45-го года? Что делали и что чувствовали при этом? День Победы встретил я в Ельце. Спали и в ночь на 2-ое мая стучат в окно. Это где-то было часа в два. Вставайте, вставайте, Победа! Я вскочил, как был в одних трусах, накинул матерное пальто, тапочки на улице, давай тоже будить соседей. Вот так встретил я этот День Победы. И мы с ребятами конечно ребят собрались, делать нечего, сперва на вагонке поиграли в разные игры, потом оделись, пошли в город. В городе творилась целая демонстрация. Народ сплошной массой шел. Инвалиды тогда пользовались с почетом уважали, отдавали должное им. И вот мы целый день гуляли по городу. Народ веселился вовсю. Песни, слезы, все было. Какой фильм о войне по вашему мнению лучше всего передает атмосферу военных лет и отношения между людьми? Ой, так много фильмов-то. Вот «Освободитель», «Огненная дуга», теперь этот как Матвеев играет фильм-то «Забыл я» после «Потрансмотряде». «Любить по-русски». Это уже последнее, это мирное время уже. А до этого фильм, я забыл вот фамилию, это как название этого фильма. Очень хороший фильм. Там тоже так показывают, как немцы пришли в село, как провожали сверва на фронт, а потом немцы приходят в село, срывают флаг, одного мальчика убивают. Женщина, значит, жена Матвеева в своей, как говорится, с избе немцев поднапоила, как следует, видать, что-то может подсыпать. Ну, в общем, напились, она заперла дверь и подожгла. И они там смотрели. Вот этот фильм тоже. произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Симонова. Константина Симонова. Шолохов. Шолохова, да. Шолохова. Они защищали Родину. Какой фильм в войне вы посоветуете посмотреть молодежи, а какую книгу прочитать? Вот я недавно смотрел фронт в тылу врага. Следует посмотреть очень хороший фильм. Много фильмов, сейчас уже конечно шутни показывают, я это смотрел. Это борьба сопротивления партизанских отрядов. Как за границей есть такой фильм «Неуловимый Ян». Хороший фильм показывает. Теперь значит я сейчас не помню из каких писателей рассказы значит о партизанском движении в Белоруссии. В Белоруссии почти все население, если не все, то большая часть населения была в партизанских отрядах. Я служил сам в Белоруссии и там было много героев Советского Союза, командиров партизанских отрядов. Как Вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией? Ну, этого было следовало ожидать, потому что Япония все время держала в напряжении наш Дальний Восток. И даже по заметкам, как говорится, или по статьям в газетах говорилось о том, что приходится как бы держать два фронта, потому что немцы, японцы, Италия, вот этот Рим, Токио, Берлин, это ось была, они же были союзниками и поэтому мы всегда ждали подвоха со стороны японцев, их наступления. И когда наши уже окончили войну в Германии и поехали туда, это было закономерно, чтобы Дальний Восток был, Дальний Восток и снять напряжение. А как Вы восприняли победу в Японии? Положительно, хорошо, так и надо было. Как Вы думаете сейчас, почему началась война и как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? Ну, что, Гитлер, конечно, он хорошо организовал и промышленность, и хороший военный потенциал собрал, и он стремился захватить пространство, сделать себя нацией, как говорится, божественной, а людей превратить в рабы. Это так и в немецких, как говорится, в немецкой литературе отражалось, и в нашей литературе. захват жизненного пространства, хорошие плодородные земли, они же с Воронежской области даже землю вывозили, чернозем, да, составами. Что вам еще хочется рассказать, добавить ко всему сказанному? Может, какой-нибудь случай интересный вспомнить? Какой-нибудь случай интересный? Я хотел бы сказать, что народ простой. Будь то ли немец, будь то ли как говорится итальянец, японец, русский или другие нации, не хотят они войны. Война это ужас, это слезы и кровь детишек, женщин, увечья людей, все это приносит горе. Но для того, чтобы этого не было, нужно противиться всяким военным приготовлением, военным планам, захватничества, или может быть даже которое завалировано под каким названием как оборона, быть нужно на чеку только всего. Что бы вы хотели пожелать нашим молодежи? Хотел бы пожелать молодежи быть здоровыми, не увлекаться наркотиками и вином, а работать, учиться. Такой вот еще вопрос. Вас устраивает, как сейчас жизнь в России складывается? Или что бы вы хотели изменить? Ой, не совсем, конечно, не совсем. Хотелось, чтобы пожилые люди были более обеспечены, более было хорошее отношение к ним. к пожилым людям отношения я бы не сказал хорошие. Вас устраивает, как ведет политику Медведев? Да, устраивает. Все. Спасибо большое, что ответили на мои вопросы. Пожалуйста.